Не хочу, чтобы мои основы ассоциировались с музыкальным направлением, с фашизмом, с расизмом, с ксенофобией. Это наша культура, мы ее не дадим. То, что мы собираем и предоставляем заинтересованным людям какую-то информацию, и публикуем какие-то разъяснения юридического толка по поводу тех или иных эпизодов, в целом идет на пользу. Служим или служили, своего рода альтернативой тому самому насилию, мне кажется, что это так, что это есть, что это хорошо. То, что диалог между антифашистской общественностью и властями удалось перевести в какое-то содержательное русло, и что стали появляться какие-то конкретные государственные программы, что законы стали меняться в лучшую сторону, к сожалению, не только в лучшую, они меняются, тут уже ничего не поделаешь, но и в лучшую тоже. Это результат действия таких групп, как наши. Если мы пишем об этом, если мы, так громко скажем, просвещаем людей, то, может быть, будет больше тех, кто снимет листовочку, кто заступится в метро за избиваемого таджика, кто не промолчит, когда при нем будут оскорблять кого-нибудь, по национальному призму и так далее. Это не очень, может быть, большие достижения, это совершенно не те достижения, которые можно измерить, но, тем не менее, я считаю, что это важно. Те дела, которые удалось провести до конца, типа Дела Ирухина, очень четко показывают, что нет никакой национальной подоплеки, что на самом деле это просто пытаются выпустить в пар социального недовольства в сторону национальной розни и национальной резни, что нет никакой религиозной подоплеки. Как известно, Рюхин был не только русским, он был глубоко православным человеком и настолько верующим, что соблюдал все религиозные православные обряды, что для создающейся фашистской среды самое главное – это именно ситуация фронтов, войны, это те самые их нечеловеческие принципы, которые они пытаются прибить и насильно нас в них поставить. Убийство, ну, ребят, да, там тоже убийство Саши Рюхина, который шел на концерт, убийство националистом, ну, насколько бы в том плане, что нам удалось построить там хорошую юридическую помощь, благодаря, там привлекли адвоката в приятный момент. В результате те, кто нападал, получили достаточно серьезные приговоры, это собственно по срокам наказания, мы были удовлетворены этим приговором, он не по тем статьям, которые мы меняли. Нельзя убийство называть хулиганкой. К сожалению, те, кто совершал эти преступления, в этой же компании часть людей до сих пор находится хулиганкой. Ну, тут и то, что люди как бы привыкают к носителям другой культуры вся в стране, это, конечно, есть. Во-вторых, то, что, в принципе, менты начали их так щемить, а в-третьих, то, что, конечно, мода подпрошла, ну, и во многом, конечно, действия именно как бы антифата уже повлияли, то есть они повлияли, ну, по низким направлениям, и то, что, ну, они как бы зарядили часть людей, что это вообще, типа, такая крутая играла, ведь бановы там и диких метелить. Да. Ну, раньше, действительно, в каждом дворе можно было увидеть, там, вот, хотя бы одного какого-то, ну, считающего себя банхедом, малышка, а сейчас, ну, эти группы, ну, их можно по пальцам пересчитать во всем дворе. Когда я начинал, я помню, что каждый вечер, идя домой, ты мог быть уверен, что ты найдешь двоих-троих, чтобы, вот, хорошо провести вечер. Люди уже думают, зиговать или нет, по-любому, там, ну, метро, они знают, что могут за зигу получить по голове. Раньше баны держали всю Москву, можно так сказать, приходили на любой концерт, чувствовали себя там нормально, могли зигануть, напиться, подраться, всем пизды дать. Теперь они боятся ходить на хардкор-концерты, они боятся ходить на панк-концерты, они боятся ходить на СКА-концерты на некоторые, на некоторые, потому что, в основном, у нас СКА-то все правое, как бы, в России. Они боятся ходить на пределы интернета. Так что баны, как бы, немного обосрались, да. Вот, обосрались немного баны, на самом деле. ПОЛИТИЧЕСКИ Я думаю, что вряд ли мы имеем влияние на какие-то политические круги, политические бургировки, да, действительно, на уличных антифашистов, и их полумриминальные партии не имеют влияния, потому что им приходится с нами считаться, и они уже не столь безнаказаны, как были какое-то время назад. Им приходится создавать отряды самообороны для того, чтобы защищаться от нас. И мне кажется, что даже если все останется на таком уровне, то хотя бы мы создаем какие-то помехи. То есть они уже не чувствуют себя полноправными, полноценными хозяевами города, о которых никто не может ничего сказать. Антифа-движение создало дофига, вот, слой дофига молодых людей, которые получили опыт конфронтации с государством, как бы, да. То есть из них, как бы, ну, у многих очень, как бы, каша в голове. Многие люди, не знаю, там, как-то они, по какой-то там, по желанию попиздиться, они, там, погоняют за антифу, там, пару лет, потом, как бы, пропадут и становятся таким же обывателем, которые мы были, вот. Но кто-то остается, кто-то врубается там дальше во всякие правильные темы. И сейчас мы просто, как бы, по взаимконтактам мы находим эти группировки, там, по дворикам, которые пусуются, шкелят, там, потому что центра не выпьет, в каком виде боятся, потому что щи можно легко потерять. Нам отзванивают скейтеры, рэперы, просто парни сутся. Даже копники отзванивают, говорят, вот, стоим, прошли мы у нас, там, бана, там, десять человек, да, при коколовых, на подкатах, все. Отличную свою информацию, мы туда приезжаем, собираемся, мы выносим, я еще жоплю, ебан. Она пошла по регионам, вся вот эта тема, там, в куче городов есть какие-то разные люди, которые что-то делают. Мне, конечно, хотелось бы думать, что все, что я делаю, имело какой-то результат, но, действительно, количество обанхедов на улице несколько уменьшилось в последнее время, и если в этом есть какая-то часть нашей дослуги, то меня не получили. Я считаю, что напрямую мои действия на это повлияли, потому что фашисты перестали чувствовать себя на улицах города уверенно, и, то есть, они не могут в открытую символизировать свою атрибутику, символику, им приходится где-то проводить свои концерты полузакрытыми или закрытыми, что не позволяет им вербовать новых участников движения. Также молодые ребята, которые, может быть, могли бы к ним присоединиться, прекрасно понимают, что это опасно. Например, вот у меня есть моя родная сестра, которая общалась с фашистами год, наверное, два. Вот я просто промывала ей мозг, я ставила ей группы, я просто показывала, и приведет им разные примеры, показывала ей разные передачи, которые были антифашизмами, и, в принципе, вот два месяца, когда она с ней не общается, когда просто перестала меня абсолютно пустить, и, в принципе, сейчас она входит уже в наше движение, в антифашизм. В моем личном городе, там, в Иркутске, она изменилась в лучшую сторону, хотя вот у нас этим летом было нападение, наш экологический лагерь, где убили нашего товарища, но я все-таки считаю, что намного лучше была ситуация, чем в середине 90-х годов, например, когда фашисты нападали на рынки с китайцами, избивали их. То есть, ну, это были, конечно, единичные случаи, но они происходили сейчас, таких нет случаев. Фашисты сидят по своим углам, там, и не появляются слова. Редкие граффити, только очень корявые. И они очень находятся на маргинальном уровне, не имеют никакого влияния в нашем городе на общественно-политическую ситуацию. Раньше, если взять, там, несколько лет назад, то мы сидели в интернете и говорили, что мы бедные и несчастные, а злые и фашисты на осадский пиздят. А сейчас, как бы, движ настолько поднялся и столько огромное количество новичков и, ну, прибывших людей, ну, которые боятся на улицах. Ну, как бы, сейчас эти ублюдки также сидят в интернете и морозят свои задницы и боятся выйти на улицу. На демонстрации, млядь, по Крылу было, ну, реально дофига людей, которых я видел первый раз. И это не то же, то есть мало того, что люди, которые, ну, такие, типа, антифа, явно, которые такие, ну, явно, там, куча молодежи, которые, ну, пришли кого-то, типа, ебошить, как бы. Вот, это, как бы, у них на лице написано, что это их основная цель, как бы. Вот. Вот. Вот.